Так, пошла. Вечер в хату, господа. Почему вам стоит сесть на воздержание? В этом видео я расскажу причины, почему именно тебе стоит сесть на воздержание, на воздержание от мастурбации. Почему я считаю, что это необходимо сделать именно тебе? Потому что я, как человек с опытом 100 дней воздержания, я действительно могу тебе сказать об изменениях, которые произошли со мной. Они произошли в лучшую или все-таки в худшую сторону. Ну и просто по-дружески я смогу сказать себе, я советую тебе садиться на воздержание, или я все-таки советую тебе воздержаться от воздержания и продолжать жить спокойно. С тобой, Ник, начинаем. Это видео я разграничил по пунктам, которые помогут тебе понять, почему я считаю все-таки, что тебе стоит сесть на воздержание. Давайте поставим точку, что я считаю, что тебе, да, стоит сесть на воздержание, хотя бы попробовать это. Не говорю тебе всю жизнь воздерживаться, но попробовать я тебе это категорически советую. И почему же я тебе это советую? Первое – это энергия. Первое – это энергия, то, сколько ты будешь концентрировать себе энергии, и сколько ты будешь ее сохранять без мастурбации, без дрочки. Ты не будешь ее выхлестывать, у тебя будет гораздо больше энергии на то, чтобы работать, заниматься спортом, общаться с людьми. Ты просто станешь таким гораздо более живым человеком и энергичным. Тебе можно будет меньше спать, ты сможешь меньше питаться, если ты этого хочешь. Если ты не хочешь, ты можешь продолжать как сволочь питаться, и у тебя тогда вообще будет энергии. Просто пиздец. Второе – то, с чем очень многие обращаются ко мне в комментариях, говорят мне, Ник, скажи, пожалуйста, вот у меня проблема с уверенностью в себе. Я не могу себя поставить в обществе, меня как бы ни во что не ставят. Я как бы ноль полный. Вот такой бублик. Я скажу, что воздержание – это действительно твой ключ к уверенности в себе. Почему это так работает? Первое – на ментальном плане ты понимаешь, что ты сильнее. Ты можешь себя бороть, ты можешь построить свою дисциплину, построить в себе вот этот вот стержень, который не даст тебе сломиться, не даст тебе подрочить. Если, допустим, там, ты два месяца, два с половиной месяца на выдержании, ты уже понимаешь, что ты настолько мощный, бать, что ты вот эти вот людишки, которые рядом с тобой стоят, да они, блядь, просто никто, нахуй. Я тебе не говорю, что ты станешь там супер, там, королем, который не будет замечать людей. Нет, конечно, нет. Но ты будешь... Ты тебе прибавится уверенность в себе. Потому что ты доказал сам себе, что ты можешь что-то сделать. Ты сделал это такой. Я, блядь, месяц продержусь. Вообще легко. Да? Ты продержался два. Ты такой, блядь, да я вообще красавчик. А потом сорвался не потому что ты сорвался, а потому что ты решил. Потому что ты решил. Окей, я себе это доказал. И это действительно очень хороший ключ именно к обретению уверенности в себе. Доказать самому себе, самому себе, что ты это можешь сделать. Мастурбация тебе в помощь. Блядь, какая мастурбация. Воздержание тебе в помощь. Третий пункт. Это увеличение твоих физических показателей. Если ты занимаешься спортом, неважно, плавание, борьба, просто ходишь в спортзал или еще чем-то, воздержание добавит тебе в спорте. Ты прибавишь. Реально. Почему? Первое. Энергия. Да? Энергия не будет уходить на дрочку. Ты ее направишь в зал. Ну и второе. У тебя просто не будет расходоваться белок. И ты сможешь гораздо лучше гейнить и увеличивать свои гигантские бицепсы для того, чтобы просто поражать всех бабушек на пляже. Действительно, в качалку очень хорошо идет воздержание. И я на своем опыте это заметил, что когда ты на воздержании, у тебя гораздо лучше растут мышцы, у тебя гораздо лучше происходит обмен веществ. И даже после тренировки, когда ты, допустим, мастурбируешь, твои мышцы гораздо дольше восполняются. Потому что, допустим, ты сходил на тренировку, подорочил, твоему организму нужно и восстановить мышцы, мышечные волокна, и одновременно восстановить твое семя. Ну ты че, ебанулся его так нагружать? Когда ты не дрочишь, вот эти вот семяизвержения становятся меньше, поэтому твоему организму, например, после тренировки, не нужно восполнять семя. И он восполняет твои мышцы и восполняет их гораздо быстрее, гораздо качественнее. Четвертый, блять, четвертый, последний пункт, опять-таки, из комментариев. Многие, очень многие мне пишут, Ник, у меня проблема с общением с девушками. Действительно такое бывает в современном обществе, что у парня проблема с общением с девушкой. И очень хорошо, что он не просто замыкается в себе и начинает ебаться с парнями, хотя я не осуждаю, а ищет проблему и пытается ее решить. Точнее, он уже нашел проблему и пытается ее решить. Я скажу тебе так. Действительно, воздержание повышает твой, твой скилл общения с девушками. Как это работает? Сейчас я объясню. Когда ты начинаешь воздерживаться, у тебя начинает повышаться уровень твоего дестостерона в крови и в организме, в общем-то. Ты начинаешь, опять-таки, чувствовать себя более уверенным. Твой дестостерон повышается. А что происходит, когда ты чувствуешь себя увереннее, и когда твой дестостерон повышается? Ты гораздо лучше начинаешь общаться с девушками, потому что девушки видят, что вау, он такой уверенный в себе, паренек, он такой классный. Так, начну сама с ним общаться. И я даже больше скажу. Многие парни писали, что девушки начали замечать, что их запах начал меняться. Ну, то есть запах парней начал меняться и как-то больше подтягивать девушек. Я не знаю, насколько это верно. Я это не проверял и это мне, в принципе, не нужно. Но факт, что действительно, благодаря воздержанию, ты сможешь начать общаться с девушками гораздо лучше и гораздо проще тебе будет даваться это общение. чисто за счет того, что на уверенности в себе ты будешь к ним подходить. Они это будут сто процентов чувствовать. И дальше ты уже будешь разматывать их по диалогу. Сто процентов. На этом все. С вами был я, Ник. Такой короткий удаст получился. Спасибо тебе большое за просмотр. Это было видео «Почему тебе стоит сесть на воздержание». До скорых волнующих встреч.